всем привет ребята к нам пришла весна снег с крыш скатывается все бежит даже плюсовая температура очень тепло вообще красота он даже просил немножко снег везде время обед что-то все развопились есть хотите что голодали тебе все тебя зажали там помочь лада уйти прижали сережек двери о фига грохот это вот снег сейчас скатился а его уже почти не осталось тут на крыше сваливается все тает тебе ножку на тужу и активнее то такой кусок в рот запихала что-то еле-еле там сетей бешево во все стороны ты чё там голову повесила забор вчера вечером уже перед сном сережа вышел посмотреть коров выходит а граф стоит вот здесь башкой торчит между этими досками они у нас быки в том дальнем загоне сломали там доску он вышел в проход и гулял вот здесь хорошо то у нас везде калитки закрыты как бы и сюда и туда вот просто проход получается вот он в этом проходе гулял гулял он там тюк на вот этой скерде нижней размотал весь игрался башкой его короче весь повыдергал оттуда можно сказать вот сереж зашел позвал меня пришлось идти загонять любить доски ты безобразник вот эту доску вырвали и через кормушку он ушел до гулял вчера вот всю ночь бы здесь гулял в ходе неизвестно чё бы натворил все сено повырвал там повыдергал боже мой что такое что за крики гектор вот опять снежок повалил посмотрите какими хлопьями красивыми крупными сегодня наверное будете в сарае ночевать коровки а то опять вас там завалит залепит и не найдешь за ночь а он вдалеке на фоне деревьев видно как снег прям сыпет кто там нахлюпал вишня вечно ты какие-то посторонние звуки издаешь в кадре напоили коров сейчас уже будем загонять на дойку пока тут серёжа шуршит пакетами машин расскажу мы поехали я сегодня петропавловский район сейчас только выехали и перед тем как поехать случилась очень интересная история выхожу я из дома и я хочу рассказать про свой подвиг сегодня короче обулась выхожу из дома серёжа там уже ну машину выгоняет и вижу как рядом с домом прям сугроба спускается мышь и приспокойненько идет в сторону дома я ничего лучше не придумала как рядом стояла метелка который обувь обметать схватил эту метелку как давай и противная и жалкая все-таки живая и лупасе и этой метелкой короче я забила сегодня мышь до смерти вот уже а теперь что видел я открываю значит ворота разворачиваюсь иду к машине чтобы выгнать слышу и веник из-за сугроба вот так вот думаю да сумасшедшая женщина короче поработала сегодня за кошку убила мышь а чего они дома нафиг они нужны они там грызут все структура не молодец молодец это не принижает твоих способностей молодец все короче поехали туман небольшой низинках и над полями солнце это так сильно нагрело даже туман расстилается заехали в антониевку здесь тоже туман такой над селом вообще тепло у нас продолжается тепло шикарная погода и шикарная дорога в антониевке доезжаешь это гравейки хорошо местный пивоваренный завод проезжаем и магазинчик при заводе заехали купили дворники новые старые совсем у нас портились сережа вот сейчас поменял поставил новые что-то там 150 рублей штука до бескаркасный пойдет это фоли покупать 50 рублей поехали едем уже обратно из петропавловского сейчас в антониевке хотим заехать магазин где вот пиво продают потому что там вроде насколько я помню еще колбасу продают хорошую местную мы хотели купить в петропавловском эту зеленодольскую и зануйского как хам она вкусная мы часто ее берем но там учет в магазине в общем не наш сегодня день попробуем сейчас более-менее нормальную колбасу купить в антониевке сегодня все против того чтобы мы купили колбасу зашли в магазин она закончилась нам объяснили где еще можно эту местную колбасу купить сейчас попробуем найти так ну покатаемся по селу вроде правильно едем объяснили где-то тут где-то в центре должен быть еще один магазин где продается эта колбаса в поисках колбасы сейчас посмотрим деревню завтра аккуратно улыбнулась удача во втором магазине мы нашли местную колбасу одесская колбаса полукопченая первый сорт вот она антониевская СПК имени ленина здесь находится слушайте мы в антониевке-то в центре даже как-то особо и не были мы все краями краями прокатиться посмотреть что у них тут есть какие магазины вот где-то хлебная лавка была у них может и пекарня своя есть кстати туда местная все местная все свое молодцы все приехали домой на улице прям жара на дорогах все бежит течет лорд ну что такое мешай с крыш все течет вон ручьем ты чего разгавкался лордик что такое в петропавловском заехали на местную почту купили местную газетку думаю хоть раз почитать что в соседнем районе творится вот интересно тут еще такая рубрика есть в нашей газетке такое нет называется короче типа дежурная часть и там происшествия за неделю кто у кого что стащил со двора кто с кем подрался кто напился кто дебоширил короче прям деревенская романтика еще немного про колбасу хочу показать вот когда делают колбасу ну местную так сказать да на местных заводиках составы насколько они существенно отличаются от той которая в магазинах лежит из каких-то там агрохолдингов так сказать состав говядина свинина полужирная шпик соль сахар чеснок специи все все ничего больше лишнего нет поэтому она и очень вкусная стоит кстати такая колбаса 600 рублей килограмм там вареная была за 500 и зеленодольская примерно в таких же ценах может чуть-чуть подешевле там тоже 450 500 вот так вот такие цены на местную колбасу ну зачем ты разматываешь тюк ты же не бык ну чё ты делаешь пуговка зачем у нас так это все растаяло что там уже прям лужи вон и грязь ой как весна начнется как вспомню как тут все плывет быстрее быстрее да тут ничего не дают снимает будем плавать какашках ваших да там эти досточки кидаем дощечки пока грязь что вы все наблюдаете за вот этой мадамой как она тут гуляет да ладно ты такая же была там свинка на заднем фоне разрывается что ты там орешь что у тебя случилось одно оставили в сарае пуговка вытянулась так как будто это но кажется как будто схуднула видать кости растут мясо за ними не успевает все такая прям это высокая стала билда все в новую уже фазу входит я уже сколько ей ну два месяца 3 пошел недавно что ты там теребишь какой кулачок захватила ты посмотри короче у нас дилемма сейчас стоит влада сейчас охота будет в общем либо сейчас я семенить либо следующую охоту через три недели вот тут решаем спорим ну не знаю если смысл ну как бы разница то что одна охота эти три недели особо уже сильно то роли не сыграют можно в принципе и сейчас она уже у нас по возрасту по весу вполне нормально можно через три недели не знаю короче посмотрим бусинка так внимательно на пуговку смотрит бучка как сестренка твоя ну сестренка твоя у вас мамка то одна младшая сестренка те интересно да ты такая же была тоже все такие были маленькие ну познакомьтесь познакомьтесь тянешься к ней поздоровай ты кого-то снег ешь забор не сломай бусинка от любопытства нет ты посмотри на нее деловая прям как взрослая тюк тут разматывает да тяпкает сеном слушайте бусинка как только вот начали думать про ее продажу от нас не отходит она стала такая ласковая в смысле поиграться она прям липнет и липнет постоянно что я зайду что сережа она хвостиком ходит за нами все вот потому что были мысли что типа ну либо ее продать продать там на корову да на телку кому-то либо если нет на мясо ну вот она видимо прямо аж почувствовала бусинка никакого мяса найдем найдем тебе хозяина я герда не пускают пить не пустят они тебя да пока эти не напьются наши королевы нормально ты устроилась васек что-то не впадывала залезла там еще теплее все хорошо у тебя деловая колбаса в доме жарище она прям возле печки легла так уже следующий день посмотрите лужи все больше и больше слякать все сильнее сильнее потому что у нас теплее и теплее снег прям уже ставил этого сугроба уже практически нет вот каша малаша под ногами обещают еще теплее будет но какой-то ветерок такой пошел не очень хороший вот будет все это тепло в общем с ветром я хочу поздравить всех уже теперь наверное прошедшим праздником 20 февраля все защитников отечества всех мужчин которые смотрят и плюс еще с масленицей да как она все так совпало масленичная неделя идет я еще блины ни разу не жарила обычно я только в воскресенье когда уже вот эти проводы зимы один день да тогда готовлю блины я думаю так и будет так и в этот раз сделаю вишня мне кажется ты что-то лишнее ешь у тебя так хрустит там во рту что ты там пережевываешь опять какие-то камни или кого-то что-то запихала в рот в общем кроме сена это точно я тебя знаю что ты там пытаешься переживать ну-ка выплюни видно же что не можешь не тихает себе проталкивает в рот он и тут уже лужи все понатаяло серёжа вон лопатой воду отчерпывает возле ворот возле калитки там лужа тоже чтобы ходить не тонуть здесь он весь двор в общем все растаяло вон какая лужа перед калиткой точнее прям в калитке вот будем ходить через нее хлюпать вот эта зима такая зима мне нравится правда чтобы не постоянно так было иногда набегами на этом на сегодня все подписывайтесь на наши каналы на дзене на ярусе на ютюбе кому где удобно там нас и смотрите не теряйтесь кто хочет на снегу кто хочет на камня увидимся в следующих видео всем пока пока и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok